Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Беложева. Накануне Верховная Рада готовится к голосованию закона по генпрокурору, что удалось принять сегодня. День рождения надежды. Акции в поддержку украинской летчицы в Украине и в мире. Метла Гройсмана. Премьер вычищает чиновничьи конюшни и советует, как выжить после очередного повышения тарифов в ЖКХ. Голодный бунт. Врачи в Сумской области развернули палаточный городок и объявили голодовку. Поможет ли это решить их проблемы? Нарываемся на скандал. Интернет-портал Миротворец обнародовал персональные данные тысяч украинских и зарубежных журналистов, которые были аккредитованы в так называемый ДНР. Кто попал в эти списки и к каким последствиям может привести подобный слив, разбиралась Татьяна Овенникова. Сайт Миротворец обнародовал личные данные журналистов украинских и мировых СМИ. Около пяти тысяч имен и фамилий, номеров телефонов, имейлов, должностей с указанием места работы. У всех есть аккредитация в так называемой ДНР. А значит, заявляют на сайте, все они сотрудничают с террористами. Скандальный ресурс Миротворец курирует нардеп и советник главы МВД Антон Герасченко. Накануне на своей странице в Фейсбуке он обещал. Есть 7 терабайтов документов ДНР. И в ближайшее время на сайте опубликуют полную информацию о журналистах. В итоге из-за этого списка Украине грозят судебные иски от иностранных СМИ. Об этом заявила Мирослава Гангадзе. Она написала, комитет защиты журналистов в Нью-Йорке уже готовит заявление. Украинские корреспонденты тоже выступили против подобных новаций Герасченко с обращением, в котором требуют от сайта Миротворец удалить личную информацию о журналистах, а от правоохранителей наказать тех, кто нарушил закон о защите личных данных и угрожает сотрудникам СМИ, попавшим в список. Они очень часто касаются на то, что боевики так называемой Донецкой народной республики расповсюджали и расповсюдживают в интернетах данные журналистов, донецких, которые выехали звезти. Но это означает, что в нас тоже так можно делать. То есть это нормально, боевики ДНР так, они считают, что закон Украины не существует. А для наших, я так понимаю, патріотов, он тоже не существует. То есть это нормально, то ли украинские законы, то ли украинские преступления, это окей, это можно. Я вважаю, что у меня будет ответственность и криминально також, тех, кто это расповсюдит. В списке Герасченко оказался и телеоператор подробностей. Сергей Дубинин два года работает на передовой. Именно он освещал бои за Донецкий аэропорт. Просто противно. Противно от того, что я не понимаю, для чего делаются такие вещи. Мы работаем для Украины, на Украину. И мы же оказываемся чуть ли не предателями. В ответ на списке Герасченко украинские военкоры объединились. Говорят, они знают, каково работать на линии фронта, а не в кабинетах списки составлять. Идет планомерная атака на авторитет украинских, в первую очередь, журналистов, которые два года находятся на передовой вместе с военными под обстрелами. На них повесили ярлык пособники сепаратистов. Я считаю, что в первую очередь за это должны ответить те, кто это сделали. Такие аккредитации делают в Сирии, Ираке, где мне приходилось работать, Ливане, Турции. То есть в любой стране, где идут боевые действия, в любом конфликте, как минимум две стороны. С одной стороны, украинская армия, с другой стороны, вооруженные сепаратисты. Зачем выкладывать личные данные журналистов, мне абсолютно непонятно. Если мы хотим рассказать о том, что происходит в Донецке, или в Приднестровье, или в Нагорном Карабахе, или даже в далеком Сомали, то мы должны туда ехать и выполнять нашу работу. Ну, я думаю, что нужно как-то более ответственно подходить к такого рода вещам. Весь день мы звонили Герасченко. Ответа нет. Вместо него на травлю журналистов отреагировали в международном сообществе. В правозащитной организации репортеры без границ заявили, тех, кто обнародовал скандальные списки, нужно судить. Ведь утечка информации и угроза правдивому освещению событий в зоне АТО и жизни журналистов поддержала представители СМИ и омбудсмен. Валерия Лудковская заявила, еще в прошлом году обращалась в СБУ и МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности всех, кто имеет отношение к сайту. И вот только сегодня, после очередного, теперь уже международного громкого скандала, в прокуратуре Киева заявили, открыли уголовное дело против миротворца по статье «Препятствование профессиональной журналистской деятельности». Татьяна Овинникова, Павлина Василенко, Екатерина Доброгорская и Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. Ситуацию с утечкой персональных данных корреспондентов прокомментировала и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. Она подчеркнула, что журналисты не должны подвергаться преследованиям за выполнение своей работы. А это событие может создать дополнительную опасность для сотрудников СМИ. И, по словам Миятович, некоторые журналисты из этого списка уже получили угрозы. Наш военкор Ирина Баглая сегодня работала в одной из самых горячих точек зоны АТО. Возле села Зайцево противник ввел огонь. Несколько дней над позициями кружили вражеские беспилотники. Все подробности в ее материале. Лучшие новости с передовой о тишине. Там, где еще неделю назад рвались вражеские артиллерийские снаряды, сейчас слышно лишь пенье птиц. У нас уже, короче, тихенько. Ну, коробочки заезжают, выезжают постоянно какие-то, ну, гражданские машины в основном. Ну, военных мы вообще, только меньше стало, вообще практически не наблюдаем бинокль полностью. Их не видно, они пропали. Если бы не красный флаг и триколор над позициями боевиков, можно было бы подумать, противник отступил. Пока вражеские орудия молчат, у наших солдат каждый час на счету. Укрепляются, чистят оружие. Вот этого старика Максима держат в боевой готовности. Сбоев еще не давал. Окупированная часть села Зайцевого у армейцев как на ладони. Видят, откуда бьют боевики и где их укрепления. Технику противник прячет за карьером и на территории промзоны. Ее гул давно уже не слышали. А вот из гранатометов этой ночью опять били. Этой ночью начались опять нарушения, скажем так, перемирия. Начались, скажем так, прилетать и крупнокалиберные, и ССПГ вчера прилетало, и с АГС обстреливают. То есть, в общем-то, нарушают и практически всю ночь нарушали перемирие. Продолжаются провокативные обстрелы из стрелкового оружия. Возможно, просто с целью нанести какой-то случайный урон. Первый обстрел после Пасхи и снова по той части Зайцевого, где живут люди. Жители Жованки, как прозвали ее местные, не успевают отвыкнуть от войны. Ирина Баглая, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Украинской героине Надежде Савченко сегодня исполнилось 35 лет. Акции в ее поддержку проходят и в Украине, и по всему миру. И основное требование, конечно же, немедленно освободить незаконно осужденную узницу. О том, как сама Надежда и ее родные провели этот день, и чем он им запомнится, расскажет Данил Русаков. Свой день рождения Надежда Савченко уже второй раз встречает в камере следственного изолятора. Год назад это была московская матросская тишина, сегодня Новочеркасск. Поздравить Савченко с 35-летием в Ростовскую область приехали мама и адвокаты. Но в помещение тюрьмы пустили не всех. Как сообщается, увидеться с дочерью Мария Савченко не смогла. Руководство изолятора на просьбы позволить свидание ответило отказом. По словам защитников, летчицы, свои действия сотрудники пенитенциарного учреждения объяснили вот так. Начальник следственного изолятора мотивирует это тем, что поскольку Надежда Савченко осужденная, то вместо двух свиданий в месяц, как было раньше, ей полагается одно свидание в два месяца, то есть в четыре раза меньше свиданий. И якобы квоту по свиданию уже выбрала ее сестра Вера. После апрельского визита Веру не хотели выпускать за пределы федерации. Сестру украинской пленницы объявили федеральный розыск за якобы оскорбление судей. На сей раз Савченко-младшая осталась в Киеве. Тем временем адвокаты Надежды прокомментировали сроки возможного обмена пленницы. По их словам, процедура передачи Надежды Киеву войдет в финальную стадию 23 мая. Именно тогда вступит в силу приговор Ерофееву и Александрову. По всей вероятности, не раньше, чем через 12 дней станет известна дата заседания суда. Данила Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. И уже ближе к вечеру адвокат Надежды Савченко Марк Фигин в эфире Радио Свобода заявил о том, что Петр Порошенко и Владимир Путин договорились об освобождении летчицы. По словам защитника, лидеры достигли политической договоренности, но детали, как и когда Савченко покинет СИЗО, пока неизвестны. Прогресс есть, прорыва нет. Так подвел итоги переговоров нормандской четверки хозяин этой встречи, министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер. Нормандский квартет встречался сегодня в Берлине. О чем смогли договориться и в каких вопросах компромисс пока не найден, расскажет Татьяна Лагунова. Нормандская четверка встречается в Берлине так часто, что у дипломатов квартета уже появились свои традиции. Переговоры они всегда проводят на Вилле Борзик. Это гостевая резиденция немецкого министерства иностранных дел. Перед беседой короткое заявление делает хозяин встречи, министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер. Но несмотря на всю предсказуемость, интрига остается. Сколько будут заседать и до чего договорятся. Сегодня тоже все было, как всегда. Главные дипломаты Украины, Германии, Франции и России приехали на виллу и позировали для прессы. Вот только хозяин переговоров, Франк Вальтерштайнмайер, был более скептичен, чем обычно. Заявил, очень надеется, что удастся достичь прогресса, так как безрезультатные встречи ставят под угрозу минский процесс. Каждая встреча без результатов ставит под сомнение легитимность минского процесса и таит в себе угрозу эскалации конфликта. Я и скажу из того, что все стороны заинтересованы в успешном разговоре. И рассказал, о чем будет этот разговор. Сегодня мы планируем говорить о том, как сохранить и продолжить режим прекращения огня на востоке Украины, который был введен на пасхальные праздники. А еще разработать механизмы его обеспечения. Что же касается политического процесса, здесь главной темой будут местные выборы. Это закон о местных выборах, их подготовка, в том числе обеспечение безопасности на этих выборах. Заседали дипломаты неполных три часа и после все, кроме французского министра, сделали заявление для прессы. Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что удалось согласовать ряд механизмов, необходимых для обеспечения безопасности и режима полного прекращения огня. Сергей Лавров, что Москва поддерживает обмен пленными по принципу всех на всех. Но вот в вопросе проведения местных выборов на Донбассе прогресса достичь не удалось. Сегодня мы первый раз обсудили концепцию закона о выборах. Предложенную украинской стороной и предложение российской стороны. Конечно, позиции очень далеки. В частности, в вопросе самой избирательной системы. Кто может принимать участие в этих выборах и голосовать на них. Обсудила четверка и вопрос мандата миссии ОБСЕ. Очень важно, что мы согласились, что нам потребуется международный компонент. Мы согласились, что этим компонентом может быть миссия ОБСЕ. Мы дискутировали, каким может быть мандат этой эмиссии. Каким может быть правило для этой эмиссии. Озброенный компонент. Я очень рад, что есть загальное понимание, что мы должны дальше обговорить это вопрос. Компромисс продолжат искать уже на следующей встрече. Она, скорее всего, состоится в Париже. Татьяна Луганова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Пропали в Вероне, нашлись под Одессой. 17 ценнейших полотен кисти Рубенса, Тинторелла, Пизанелла, Коротто и Монтеньи, которые были похищены в ноябре 2015 года из городского музея Вероны, обнаружили украинские пограничники. Шедевры итальянской живописи задержали 6 мая в Одесской области, в полутора километрах от госграницы. Их готовили к переправке на территорию Молдовы. 7 мая художественная экспертиза подтвердила, что это действительно оригиналы. Эти картины, я напомню, в прошлом году похитили братья, один из которых работал охранником в музее Вероны. По одной из версий, они выполняли заказ частого коллекционера из Чечни. А другие Молдовы, которые приехали туда, они заиметовали, что было не напад на этого охранника и вывезли эти картины. Заскучая операция, я напоминаю светови про то, как эффективно Украина сейчас проводит борьбу с контрабандой. Так, есть ли офшор у главного люстратора страны Татьяны Казаченко? Нардепы обещают рассмотреть этот вопрос на Комитете по противодействию коррупции. Я напомню, что глава люстрационного департамента Минюста засветилась в панамских документах. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Проверка на чистоту главного люстратора страны. В базе данных владельцев офшоров, которую открыл международный консорциум журналистов, есть и имя сотрудницы Минюста Татьяны Казаченко. В документах значится, она является посредником багамской компании «Drinks Incorporation». Но в ее декларации ни слова о причастности к зарубежным фирмам. Некоторые нардепы уверены, что такое прошлое борцов с коррупцией – одна из причин неудачного процесса люстрации в стране. Я уверен, что подобные господа и госпожи должны сидеть в европейских судах. Глубочайший гуманитарный, экономический, военный криз в этой стране – это следствие как раз этой абсолютно бессмысленной в их исполнении стратегии иллюстрации. Я считаю, что новый генеральный прокурор, возможно, новый министр юстиции, а он сегодня необходим, именно новый министр юстиции, обновленные суды должны дать оценку в том числе и этой принцессе иллюстрации. Сама Казаченко утверждает, что офшорными компаниями не владеет. И уверяет, до назначения в Минюсте как адвокат представляла интересы одной из украинских фирм, связанных с офшорами. Почему же тогда ее имя попало в скандальный список? Неизвестно. Да и нардепы верят на слово, чиновницы не собираются. Вопросы ее причастности к офшорам рассмотрят на Комитете по противодействию коррупции. От нее самой ждут документов, подтверждающих ее заявление. Я думаю, что нужно, прежде всего, рассмотреть это на Комитете, поскольку это именно тот орган, который отвечает за эти колы вопросов. Ситуация мне с Казаченко уже будет понятна после того, как, возможно, она надаст какие-то данные или прокомментирует. Татьяна Казаченко обещала в ближайшее время предоставить публичные доказательства своей правоты. Сейчас проверяется, на основании чего сотрудничала Татьяна Казаченко с этой компанией. А вот проведут ли служебную проверку в самом Минюсте, узнать сегодня не удалось. Отправили очередной запрос в это ведомство. Ждем обещанного ответа. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Депутаты сегодня долго запрягали, но мало ехали. Основная интрига – завтрашнее голосование по генеральному прокурору. Был ли найден компромисс по этому вопросу и что все-таки успели принять сегодня нардепы со всеми подробностями из парламента Екатерина Лысенко. Немного, немало, но ползала депутатов в парламенте зарегистрировались. Первым делом нардепы поздравляют Надежду Савченко. Ей сегодня 35. Пакет цветов весь день простоял на пустующем кресле избранницы. Среди остальных пытались найти готовых голосовать. Единственный принятый документ. Рада обратилась к мировым организациям для защиты крымских татар. Дальше – череда провальных голосований. Пока спикер думает, как реанимировать голосование, в кулуарах думают о кадрах. Вчера не смогли принять закон о новых критериях к потенциальному генпрокурору. Так завтра проголосуют, уверяют в коалиции. Очень важно, как бы быстрее признать генпрокурора. Ждем на подание от президента. Я действительно слышу, что разработается новый законопроект. Я надеюсь, что он будет больше досконален. И он появился под вечер. В парламенте зарегистрировали новый законопроект под новым номером, как того требует регламент. Юридическое образование по-прежнему не требуется. Документы отличаются от предыдущего лишь тем, что кандидат на должность генпрокурора должен иметь стаж работы в области права 5 лет, а не 3, как предлагалось ранее. Треба открыть прокуратуру до новой крови, но точно не можно это профанировать. Не может оперировать человек, народный депутат, говоря, что у меня есть опыт, мне вырезали аппендит, и поэтому я могу быть лекарем. Не может народный депутат быть выкладчиком. Я уверен, что завтра будет очередная попытка провести этот закон, но наша позиция будет не изменена. Мы категорично против принятия законов с таким количеством порушений регламенту, которые были вчера. Мы против принятия законов под конкретную особу. Мы считаем, что генпрокуратура должна быть керована не политиками, а профессионалами и фаховцами. Но в коалиции уверены, что до завтра будут голоса, а в оппозиции призывают искать их для других законов. В стране масштабный кризис, причем не только кризис политический, но в первую очередь кризис экономический. Людям не за что купить еду, людям не за что купить одежду. Фантастическим способом растут цены и тарифы. И несмотря на это, парламент продолжает обсуждать назначения, поэтому повестка дня парламента должна быть в первую очередь экономические законы, реальная децентрализация, а не болтовня, чтобы люди получили деньги в регионах на медицину, на образование, на социальные выплаты. Но пока в зале больше обсуждают не законы, а собственную дисциплину. Чтобы мы выносили на сессию только те законопроекты, которые набирают соответствующую количество голосов, которые прошли всю необходимую регламентную процедуру. Вы говорите, что вы их будете штрафовать. Так и далее будет такая практика. Это кнопка датства, это порочная практика, когда вставляют картки. С этим нужно бороться. И если это не станет, все изменения регламента не приведут ни до чего. Спикер вот-вот обещает внести закон о регламенте работы Рады. Но на этом досрочно закрывает утреннее заседание. Причина та же. В зале нет депутатов. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интар. Ну а в Кабмине сегодня большая чистка и воспитательно-успокоительные мероприятия. Народ успокаивали рассказами, как жить с новыми тарифами, губернаторов воспитывали, а некоторых чиновников даже увольняли. Кого лишили кресел, а кто ушел по собственному желанию, узнаем от Ирины Романовой. Перед заседанием правительства министр энергетики разъясняет журналистам. Горячая вода и отопление подорожают не вдвое, как прогнозируют некоторые СМИ. Газ у нас поднялся, але вугилья в цене не поднялся. В Киеве у вас будет на две части разбито. Будет половина части, которая по вугилю будет обеспечиваться, а другая по газу. Але хотят сделать все-таки микс и понизить загальную цену вартость. Зато после подорожания топлива, наконец, будет покончено с газовой мафией. Старифная тема начинает заседание премьер. И тут же намечает новый вектор борьбы правительства. Это так званая горьковая мафия, которая сидит на потоках с тем, чтобы не дать возможность на экспорт вывозить украинские горьки. К следующей среде дает поручение Гройсман, подчиненные должны придумать, как с ней бороться. А вот решение по руководителям таможен, покрывающим контрабанду на пунктах пропуска, уже найдено. Они уволены. Кто именно, не назвал. Под увольнение попал и руководитель госагентства лесных ресурсов за то, что в упор не замечал незаконные вырубки лесов. Еще одно кадровое решение отставка первого замминистра внутренних дел Экис Гуладзе. Кабмин принимал уже без прессы. Об этом на своей странице в Твиттере позже поинформировал Аваков. Заявление об отставке с Гуладзе написала сама. По словам Авакова, она остается в министерстве. Возглавит спецгруппу советников. На селекторном совещании с губернаторами сразу после заседания Кабмина кадровых решений уже не принимают. Говорят о тарифах, ремонте дорог и школьных автобусах. В этом году впервые половину их стоимости оплачивает госбюджет, половину местные. Губернатор Закарпатья возмущен. Денег на это нет. Нужно работать над наполнением государственного бюджета, митницы и будут гроши на школьные автобусы. Ничего мимо митницы с завтрашнего дня не проскочит. Еще Закарпатские другие губернаторы пожаловались, мол денег нет не только на автобусы, но даже на субсидии. Ирина Романова, Вячеслав Фролов, подробности, телеканал Интер. Налоговый долг Укрнафты вырос почти вдвое и превысил 10 миллиардов гривен из-за бездейственности главы наблюдательного совета Андрея Коболева. Об этом на своей странице в Фейсбук сегодня заявила нардеп от самопомощи Виктория Войцыцкая. По ее словам, с мая прошлого года были обеспечены все законодательные рычаги для того, чтобы вернуть Укрнафту под контроль государства, сменить руководство и вернуть налоговый долг в госбюджет. Но этого не произошло. Депутат передала в ГПУ заявление о невыполнении служебных обязанностей главой наблюдательного совета Укрнафты Коболевым. Я напомню, Укрнафта – крупнейшая украинская страна. Укрнафта – крупнейшая украинская нефтеперерабатывающая компания, 42% акций, которые принадлежат группе «Приват». Миллиардное злоупотребление камикадзе-реформаторов. Еще вчера нардепы потребовали расследовать работу правительства Арсения Яценюка и создать в парламенте следственную комиссию. По данным прошлого года, существовало полтора десятка дел, касающихся злоупотреблений Кабмина. Как продвигается их расследование, в Генпрокуратуре сегодня нам не ответили. Мы написали запрос в антикоррупционное бюро. Возможно, там внесут ясность. Депутаты же говорят, что фактов более чем предостаточно. Это и убытки на сумму 7,5 миллиардов гривен, на которые указывал в своем отчете экс-глава Госинспекции Николай Гордиенко. А еще якобы взятка в 3 миллиона долларов за назначение на должность руководителя концерна РРТ Владимира Ищука. И это не все. Ты делай все по беспределу, а потом нехай идут в суд и оскаржуют. Это был стиль руководства Арсения Петровича. Розкрадание бюджетных денег, незаконность призначения тех или других чиновников, незаконность выдачи актов Кабмета Министров. Премьер-міністр Яценюк сказал, что за прошлый год 50 миллиардов гривен было выведено через схемы из украинского бюджета для закупки в обход тендерного законодательства. Это как раз те факты, которые нужно расследовать. Комиссия, которая была создана в стенах парламента, что до выучения каждой складовой тарифов, там зафиксирована тоже коррупционная складовая. На жаль, сегодня работа тимчасовых специальных комиссий, я уже не говорю про следствия, которые вообще отсутствуют в законодательном поле, она ничем не отличается от банальной рабочей группы или круглого стола. Если такие пропозиции и требования будут стоять, наши кандидаты будут. Отголоски реформ предыдущего Кабмина. В Сумской области врачи поликлиники объявили голодовку. Сегодня утром люди в белых халатах развернули палатки возле мэрии города Ромны. Чего они требуют и кто их услышал, выясняли наши корреспонденты. Медперсонал железнодорожной поликлиники уже пятый месяц без зарплаты. Сегодня решили, раз нечем оплачивать коммунальные услуги и кормить семьи, будут жить в палатках у здания горсовета. Объявили голодовку. Сегодня пьем только воду. До конца дня. А если придется, будем и воду не пить. Мы вымогаем в первую очередь, чтобы сотрудникам заплатили заработную плату. Отсутствие зарплаты – это результат реформ Кабмина Яценюка. С 2015 года все ведомственные больницы переподчинили местным советам. А в этом году в Роменской мэрии заявили в казне ни одной лишней копейки. Поэтому поликлинику придется реорганизовать, присоединить к центральной районной больнице. Но там нет свободных рабочих мест для персонала, поэтому большинство медиков попадают под сокращение. В соответствии к решению третьей сессии Роменской мэрии, седьмого скликания про реорганизацию государственного заклада, поведомляем вам про то, что разнозначные посады старшей медической сестры станом на 5.05 отсутны. Скорочение и центр занятости должен был поведомлен за два месяца. Замп городского головы не желает ничего объяснять ни пикетчикам, ни журналистам. Мы все делаем согласно законодательству. Не хочу комментировать больше ничего. Медики пообещали не свернуть палаточный городок до тех пор, пока власть не выполнит их требования. А пациентам сообщили, готовы лечить прямо здесь, под открытым небом. Может придется выносить действительно и массажное кресло, и стоматную установку, и будем тогда принимать людей на улице. Как это так, что врачи у нас голодуют? Цего не должно быть в наше время, 21-е столетие, а наши врачи должны голодовать. Как долго пикетчики смогут продержаться без еды, пока не загадывают. Но сообщили, если в мэрии им не помогут, подобную акцию проведут уже в Киеве. Елена Зурина, Олеся Боровик, Владимир Волик. Подробности телеканал Интер. Сумская область. Я напомню, что министр здравоохранения в Украине все еще не назначен. В элитном поселке Казин под Киевом, всего в двух километрах от помесья президента Порошенко, неизвестные с воздуха обстреляли усадьбу бизнесменов. Обгорела трава и кусты. Этому происшествию несколько дней, но подробности появились только сегодня. Якобы вертолет ВВС Украины облетал территорию и по ошибке выпустил несколько тепловых ловушек, из-за чего и произошло возгорание. Тепловые ловушки — это средства защиты самолетов и вертолетов от ракет. Они сбивают их с курса. Но в нацполиции эту информацию пока не подтвердили. По факту открыто уголовное производство. После нескольких месяцев тишины очередной ночной взрыв в Харькове. Неизвестные бросили взрывчатку на территорию базы роты полиции Схидный корпус. Что это? Хулиганство? Разборки между добровольческими батальонами или месть антиукраинских сил? Подробнее Лидия Калинина. За забором, где базируется рота Схидный корпус, разбросанные шины, машина с разбитым стеклом и воронка в земле. Не очень большая, сантиметров 30 в диаметре, хотя рванула мощно. О силе взрыва можно судить по последствиям. Вот за забором недалеко от эпицентра лежит одна покрышка, еще одна в метрах 15, к тому же разорванная взрывной волной. Кроме этого выбиты стекла в техникуме напротив. По словам самих бойцов, на месте взрыва нашли тряпки с запахом нитроглицерина. Полиция это подтверждает и отмечает, никаких металлических элементов не было. За предыдущими выставками экспертов, спрацовав неведомый выбух речевины эквивалентом около 400 граммов тротилы. На данный момент пока что мы схиляемся до того, что это хулиганство. Но в самом Схидном корпусе с версией хулиганства не согласны, мол, дело надо расследовать как террористический акт. И настаивают, их хотели запугать. Ведь даже та техника, которая стояла рядом с эпицентром взрыва, почти не пострадала. Только в одной машине вылетело заднее стекло. Какой-то ущерб хотели нанести, вряд ли, потому что если бы хотели, я думаю, могли бы это сделать. Поражающих элементов не было, оболочки не было, то есть осколков тоже никаких не было. Очень мощный взрыв-пакет. В соцсетях уже связывают ночной взрыв со стрельбой 9 мая, когда во время перепалки в центре города один из бойцов начал стрелять в воздух и при загадочных обстоятельствах был ранен полицейский. По информации активистов, конфликт вспыхнул между бойцами батальона «Харьков» и гражданского корпуса «Азов», многие члены которого входят в схидный корпус. Правда, нынешний глава «Азова» не верит, что эти события связаны. Это откровенный вызов, но это вызов военный. Я не уверен, что эти люди обладают таким интеллектом. Они могут только стрелять в воздух. Бойцы предполагают, это была месть антиукраинских сил. Ведь на 9 мая схидный корпус следил за порядком на улицах города и предупреждал провокации. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер» Харьков. Сегодня в Центр избиркоме открылся тренинговый центр по обучению участников избирательного процесса. Он создан совместно с Международным фондом избирательных систем ИФЭС. Сотрудники центра, специалисты международного уровня, намерены повысить качество подготовки избирательных комиссий в Украине. По словам главы ЦИКа Михаила Хендовского, Центр избирком собирается стать одним из региональных лидеров по обмену опытом с избирательными структурами других стран. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Ствол вместо документов. Кто обстрелял полицейского в столице и в каком состоянии сейчас пострадавший? Лесной дерибан. Как в Ивано-Франковске обошлись с деньгами, выделенными на защитные сооружения в зоне АТО? Интрига за кадром. Во Франции стартовал Каннский фестиваль. Кто главный фаворит этого года? ЧП в Харьковском метро. Под поезд бросилась мать с двумя детьми. Чудом все остались живы. В момент прыжка зафиксировали камерой метрополитена. На этих кадрах видно, как женщина подвела детей к самому краю платформы. Как только показался поезд, прыгнула вместе с дочерьми 7 и 10 лет. Они упали между рельсами и оказались под локомотивом. Через 10 минут их извлекли. Сама женщина была в шоковом состоянии. Детей увезли в больницу. У них незначительные ушибы. Но обе девочки нуждаются в психологической помощи. Никто из них не пострадал. Благодаря умелым действиям машиниста-электровоза он вовремя применил экстренное торможение. И они были не ударены составом. Скорее всего, женщина сделала этот шок осознанно. Если эта умисность будет доведена, то прокуратура обязательно полагает в суде, чтобы избавили ее батьевских прав. В Киеве снова подстрелили полицейского. Сегодня ночью в парке Победы. Две пули в ногу и живот патрульный получил при задержании подозреваемого. Когда инспекторы попросили подозрительного мужчину предъявить документы, тот выхватил оружие и открыл огонь. Пытался бежать, но напарница раненого полицейского вызвала помощь и злоумышленника задержали. Патрульного уже прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Преступник уже грозит до пяти лет лишения свободы. Особа нападника установлена, но так, как следует следствие, мы не можем разговорить сейчас особу этого нападника. Можем сказать, что человек, ну, раньше эта человек притягалась за разного формата правопорушения. Сказать, какая это была оружие, мы не можем, потому что это уже установит экспертизу. Прорушено криминальное проведение по 345 статье Криминального кодекса Украины, но остаточную квалификацию уже потом установлено следствие после осъяснения всех обстоятельств. Боевики продолжают обстреливать позиции наших военных вблизи Широкина. Один военный погиб, еще один ранен. Под огнем противника оказалась и Марьинка. Все подробности в репортаже Вениамина Трубачева. На Тереконе установлен флаг боевиков, там находится наблюдательный пункт, а чуть дальше стоят вражеские орудия, с которых боевики и ведут огонь. Это окраина Марьинки, здесь много разрушенных домов, до позиций боевиков несколько сотен метров, и они регулярно обстреливают эту территорию, поэтому местные жители пока сюда не возвращаются. Нередко здесь случаются и уличные бои с этого окна. Сейчас это бояница, можно увидеть, откуда именно противник ведет огонь. Сегодня огонь в ответ солдаты не открывали, хотя боевики провоцировали и обстреливали именно эту позицию. Сегодня с рамки у нас половина шоссе, они нам выстрелили с пулемета, разрывными кулями по стене. Пулеметы не самое мощное оружие, которое применяют боевики. У них есть зенитки, гранатометы и даже запрещенные Минскими соглашениями минометы. Приходили 82 минометы, 120, но по наших позициях не прицельно были. Открывают огонь боевики в основном ночью, когда на передовой нет международных наблюдателей. А вот днем относительное затишье и украинские солдаты могут хоть немного отвлечься от войны. Но замены пока нет. К бойцам на передовую сегодня приехал священник, провел службу, все желающие смогли исповедаться. Активные боевые действия сейчас идут и в Широкине, на вражеской растяжке. Там подорвались украинские военные. Один боец погиб, еще один получил ранение. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Руководство Ивано-Франковской области подозревается в крупной растрате госсредств, выделенных на строительство защитного сооружения в зоне АТО. Как и сколько распилили в прямом и переносном смысле, выясняли наши корреспонденты. Из 268 фортификационных сооружений Ивано-Франковская область должна была построить 20. Все в Донецкой области. Из госбюджета на это выделили около 40 миллионов гривен. Юрий волонтер из Калуша, один из тех, кто строил эти укрепления. Говорит, тот лес, который им поставляли, использовать было невозможно. То, что нам туда привезли, это небо и земля. Нам привезли какие-то потыщи, какие-то гирки. 30% того леса, что можно было бы добывать. Из остального, это просто там прямо и лишилось. Куда делась качественная древесина, волонтер может только догадываться. На уровне слухов, что этот лес продавали. То есть, хороший, нормальный лес продавали. Там было такое место, высотка. Было видно, как эшелоны идут на ту сторону. С хорошим лесом. Строительством военных укреплений занималась частная компания «Братья Кип». С ней обл. администрация заключила договор примерно на 40 миллионов гривен. Интересно, что на самом деле фирма специализируется на добыче песка и гравия. Принадлежит некому Николаю Процеву. В 2015-м, когда велись работы, он возглавлял службу автомобильных дорог области. Как генподрядчик именно эта компания закупала лес. Теперь в том, что древесина была некачественной, ее руководство обвиняет лесхозы. В управлении лесного охотничьего хозяйства все обвинения отвергают. Уверяют, лес был качественный. Поставка лесоматериалов, скажем, не в основном, а их вимоги по качеству, были все переводчены в листах, которыми нас просила администрация, чтобы действовать другую или другую поставку. То есть по количественному показнику, так же и по качественному показнику. Фирма «Братья Кип» до сих пор не рассчиталась с лесниками. Сумма долга около 5 миллионов. Именно столько стоила древесина, которая оказалась ни к чему непригодными дровами. В военной прокуратуре открыли уголовное производство. Чиновников обл. администрации подозревают в хищении госсредств. Что думают по этому поводу областные чиновники пока неизвестно. Мы пробовали связаться с ними, чтобы получить комментарии. Ответа ждали больше недели. Но так и не дождались. Видимо, руководителям области просто нечего нам сказать. Ирина Исыченко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Три теракта за один день. В Багдаде в результате взрывов заминированных автомобилей погибли более 70 человек. Утром в час пик бомба взорвалась в шиитском районе Садер-Сити. Среди жертв много детей и женщин. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ, заявив, что за рулем автомобиля находился смертник. Еще две машины взлетели на воздух в районах, заселенных преимущественно шиитами. Китай обвинил США во вторжении в территориальные воды и поднял по тревоге авиацию и флот. Флот. Причиной обострения стали спорные острова в Южно-Китайском море. Китай считает их своими, однако на них также претендует Япония и Тайвань. Американский миноносец прошел в 12 морских милях от одного из островов. В ответ Пекин обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета. Двум реактивным истребителям и трем кораблям армии Китая была поставлена задача отогнать миноносец США от спорных островов. Они сопровождали американский корабль, пока тот не покинул спорную территорию. Китайцев обидели высказывания британской королевы, а нигерийцев британского премьера. И все это накануне масштабного антикоррупционного форума в Лондоне. Ждали здесь, кстати, и президента Украины, но Петр Порошенко отложил визит из-за ситуации вокруг избрания нового генерального прокурора. Кто же посетит это масштабное мероприятие и какой скандал предшествовал встрече, расскажет наш британский спецкорр Светлана Чернецкая. Лидеры многих стран мира уже съезжаются в Лондон. Завтра здесь международный антикоррупционный саммит. Провести такую встречу премьер Кэмерон решил в июле прошлого года. Еще до масштабной утечки информации по панамским документам, которая только подчеркнула важность борьбы с коррупцией и отмыванием денег. На встрече ожидаются представители стран Большой Двадцатки, президенты Афганистана, Нигерии, Колумбии, Норвегии. И неожиданно без приглашения остались представители тех самых офшорных зон руководства Панамы и британских Виргинских островов. Саммит несколько мрачила вчерашняя оплошность Кэмерона. На приеме у королевы он похвастался, что в Лондон приедут президенты едва ли не самых коррумпированных стран Нигерии и Афганистана. Эта неполиткорректная ремарка вряд ли предназначалась для журналистских ушей, но камеры все зафиксировали и выпустили в эфир. В Нигерии такое заявление вызвало шок. Президента там избрали год назад именно для того, чтобы он боролся с коррупцией. То есть слова Кэмерона его могли как минимум обидеть. Но сам нигерийский лидер, прибывший в Лондон, отреагировал вот так. Я не собираюсь ни от кого требовать извинений. Чего я требую, так это возвращение наших активов, которые удерживаются на британских счетах. Вот что мы просим. Извинения не нужны. Нужно нечто материальное. Речь идет об истории, когда британские власти обнаружили миллион фунтов наличными в лондонском доме нигерийского губернатора в 2005-м. Его обвинили в отмывании денег и отпустили под залог. А губернатор бежал из Великобритании, переодетый в женскую одежду. А вот деньги коррупционера Нигерии до сих пор не отдали. Они находятся на британских счетах. В общем, Нигерия действительно среди 40 самых коррумпированных стран. А Афганистан в тройке лидеров. То есть, вроде как и извиняться премьеру не за что. Но его слова уже раскритиковали в Содружестве нации. Обсуждает в мире и высказывание ее величества. На той же вечеринке традиционного чаепития в Букингемском дворце она посетовала, что во время прошлогоднего визита лидера Китая представители делегации вели себя грубо. В Китае же заявили, что та поездка была очень успешной. А запись с этими словами Елизаветы Второй вырезали из трансляции BBC на территории страны. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Дело одного из главных функционеров команды Беглого Януковича сегодня рассматривал Соломинский суд столицы. Слушать должны были жалобу на закрытие уголовного дела в отношении бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Правда, до этого дело не дошло. Между защитой бывшего министра и прокурором разразился спор из-за технических деталей в документах. Адвокат подозреваемого заявила об ошибках, а сторона обвинения оправдала это опечатками. После чего защита Ставицкого заявила об отводе судьи. Аргументируя тем, что на днях нардеп Сергей Лещенко распространил неправдивую информацию об их клиенте, из-за чего суд может вынести предвзятое решение. Слушать дело в отношениях с министром энергетики теперь будет новый судья. Прокуратура обвиняет Ставицкого, я напомню, в хищениях в особо крупных размерах и пособничестве Януковичу в захвате Межигории. Сейчас бывший министр проживает в Израиле, откуда недавно опроверг слухи о своем аресте и подтвердил свое израильское гражданство. Дело это расследуется в течение двух лет. Обвинение моему подзащитному предъявлено совершенно нелепое, потому что речь идет о том, что он якобы похитил, злоупотребляя служебным положением, государственную резиденцию Межгорье. Вот эти все обстоятельства, правовая чистота проверялись еще в 2007-2008 году. В 2008 году установили, невиновен, все подозрения являются необоснованными, никаких нарушений закона цель этого уголовного дела является не привлечение к ответственности, не наказание виновных, а именно оказание давления на моего подзащитного. И это давление носит, безусловно, политический характер. Прокурор никак не может вот то обстоятельство подтвердить, либо опровергнуть, вручено ли подозрение моему подзащитному. Детективная история. Пара дельфинов, которых неизвестные якобы похитили 6 мая в Венецкой области, всплыли в Трусковце. Афалины целы, но не совсем здоровы. Кто и почему их перевез, выясняли наши корреспонденты. В санатории Хмельника в Венецкой области дельфины работали врачами, помогали в реабилитации бойцов АТО и больных детей. Но произошло ЧП. 6 мая директор дельфинария Борис Когут обратился в полицию с заявлением. Ночью неизвестные украли пару дельфинов. Полиция открыла уголовное производство, ведь каждый дельфин стоит несколько тысяч долларов. И вдруг выяснилось, дельфины из Хмельника всплыли в Трусковецком дельфинарии. Вот это Эмми, а вот Куся. Почти через пол страны из Хмельника в Трусковец их перевезли волонтеры. Это сотрудники санатория вызвали их на помощь. Показывают журналистам бассейн, где содержали дельфинов, был в аварийном состоянии. И утверждают, директор дельфинария не ухаживал за подопечными должным образом. В Трусковце сотрудники аквапарка подтверждают, когда дельфинов привезли, у них были серьезные заболевания. Скорее всего, связанные с состоянием воды. Животные находились в действительно выстощенном состоянии. Сейчас дельфины сами на реабилитации, в отдельном бассейне. Уже скоро их переведут в большой бассейн. А вот в полиции Хмельника говорят, расследование не закрыто. И обещают, в ближайшее время бригада с экспертами выйдет в Трусковец. Будут опознавать дельфинов и выяснять, кто же пострадавшая сторона в этой запутанной истории. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Археологическое открытие в домашних условиях. Как карта звездного неба помогла канадскому школьнику найти древний город Майя. Об этом не только в нашем обзоре. Жительница Индии родила первенца в 70 лет. Пожилая молодая мама из штата Харьяна Далджиндер Каур. Два года проходила курс экстракорборального оплодотворения. Несмотря на скептицизм медиков, все тесты подтвердили ее способность забеременеть. Биологическим отцом мальчика стал ее 79-летний супруг. Ребенок родился еще в апреле этого года. Но только сейчас информация попала в СМИ. Итальянский парламент одобрил однополые браки. За законопроект голосовали в связке с вопросом о доверии правительству премьера Матиоренци. Документ поддержали большинство депутатов. Правда, перед голосованием из него исключили норму о праве однополых пар усыновлять детей. Италия единственная из крупных европейских стран, где до сих пор на национальном уровне не разрешены ни однополые гражданские союзы, ни гей-браки. США запускают лигу соревнований огромных человекообразных роботов. Компания Мегабот собрала необходимые для этого 2 миллиона 400 тысяч долларов. Каждая машина весит несколько тонн и управляется пилотом изнутри. Состязания будут международными. Первый бой пройдет между командами США и Японии. Дату и место поединка огласят позже. Подросток из Канады открыл древний город Майя, не выходя из дому. Уильям Гадури сравнивал карты звездного неба древней цивилизации со спутниковыми снимками Земли. Парень заметил, что каждой звезде отвечает какой-то город Майя. Но в одной точке совпадения не было. Теорию школьника проверили ученые и с помощью цифрового анализа выяснили, в том месте действительно когда-то был город Майя, четвертый по величине из ныне известных. Подросток назвал город Каакчи, то есть пасть огня. Волшебный маневр. Вертолет Мерлин Королевского военно-морского флота Великобритании случайно сдул биотуалеты. Машину задействовали в подготовке участка земли к соревнованиям школьников и студентов. В какой-то момент вертолет завис над землей слишком низко, и поток воздуха от винта снес ряд биотуалетов. Никто не пострадал, в кабинах никого не было. Лишь рулоны бумаги разлетелись вокруг. Джонни Депп сыграет распутного политика. Голливудский актер исполнит главную роль в фильме, основанном на скандальных событиях вокруг Доминик Строхскана. Герой Деппа, как и бывший глава МВФ, оказывается под домашним арестом из-за обвинения в сексуальных домогательствах. Главную женскую роль исполнит Марион Катияр. Во Франции стартовал 69-й ежегодный Каннский кинофестиваль. В этом году на самый престижный конкурс киноиндустрии привезли более 50 картин. Свои работы покажут Стивен Спилберг, Джоди Фостер, Джон Пен и еще много-много других именитых режиссеров. Два десятка фильмов попали в конкурсную программу. Возглавит совет жюри в этом году создатель «Безумного Макса» режиссер Джордж Миллер. А откроют фестиваль «Картина Ивуди Алина. Светская жизнь» о Голливуде 30-х годов минувшего века. Закрытие фестиваля состоится 22 мая. Подробности Юэя – это наш сайт, информация на нем обновляется постоянно. Желаю вам хороших новостей и прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин